МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии Большой воды подразделения МЧС готовятся к ликвидации возможных последствий весеннего паводка. В кратчайшие сроки Андрей Никитин намерен разобраться в ситуациях с поездом «Ласточка» и организацией электронной записи в поликлинике. Отчитался на удовлетворительное. Депутаты Городской думы покритиковали работу мэра Юрия Бобрышева, но большинством голосов оценили ее положительно. Новгородская область готовится к сезону весеннего половодия. Противопаводковые меры обсуждались сегодня в ходе визита в регион начальника Северо-Западного центра МЧС России Игоря Панина. В правительстве состоялась его встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Никитиным. Игорь Панин рассказал Андрею Никитину о главных задачах, которые будут возложены на ведомство в ближайшие месяцы. Это ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодием и началом пожароопасного сезона. В этой работе ощутимое подспорье — современная техника. За последние три года в Новгородскую область ее поступило более 50 единиц. Кроме того, недавно в регионе заступил на дежурство вертолет Ка-32, который будет особенно актуален сейчас в период паводков. Андрей Никитин, в свою очередь, отметил, что поддержка министерства в области чувствуется, а также поблагодарил лично Игоря Панина за содействие в техническом оснащении нашего управления МЧС. И сегодня же в новгородском поисково-спасательном отряде был проведен смотр личного состава и техники. Кроме того, проверена готовность аэромобильной группировки регионального управления МЧС. Нынешний год объявлен МЧС годом гражданской обороны. Накануне страна отметила 85-летие со дня ее образования. За это время удалось создать спасательные центры и оснастить их современной техникой. Игорь Панин, оценивая работу новгородских спасателей, отметил, что областное управление МЧС сегодня входит в тройку лучших в северо-западном округе. Генерал-лейтенант вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам службы медали МЧС России, грамоты и памятные часы. Кроме того, региональный штаб получил сертификаты на приобретение новых беспилотных летательных аппаратов. После построения Игорь Панин познакомился с личным составом новгородского поисково-спасательного отряда, которому, к слову, в этом году исполняется 22 года, а также пообщался со студентами корпуса спасателей. Говоря о предстоящих задачах, Игорь Панин сделал особый акцент на сезоне половодья. Спасатели знают, что делать, какие задачи выполнять. В ближайшее время будут проведены смотры техники, будут проведены учения, где реально мы увидим, насколько готовы наши силы и средства. Новгородские службы также уже в полной готовности встретят непростой весенний период паводков. Техника различного плана – это и плавсредства, катера, лодки, также катера на воздушной подушке, техника повышенной проходимости, вертолет, беспилотный летательный аппарат. Добавим, что в преддверии половодья спасатели отдельно обратились к владельцам дачных приусадебных участков с просьбой привести свои территории в порядок, чтобы мусор не создавал заторов для воды. Юлия Трегина, Олег Федоров, новости, Новгородское областное телевидение. Андрей Никитин подвел основные итоги участия новгородской делегации в Сочинском инвестиционном форуме. Кроме того, на брифинге временно исполняющий обязанности губернатора обозначил проблемные моменты в жизни региона, в которых намерен разобраться в ближайшее время. Главным итогом работы новгородской делегации на инвестиционном форуме в Сочи стали четыре важных соглашения с агентством стратегических инициатив, с Ульяновской областью, с X5 Retail Group, в рамках которого планируется продвижение новгородской продукции. Одной из главных договоренностей можно смело считать создание в нашей области технопарка «Кванториум». Это новая модель детского дополнительного образования. Дети там учатся современным профессиям, работают на 3D-принтерах, разговаривают с космонавтами, по прямой связи выполняют их задания, занимаются биотехнологиями, робототехникой, но, в общем, всем тем, что определит наше будущее в 21 веке. В этом году несколько «Кванториумов», по-моему, порядка 25 планировалось по стране открыть. Ну вот, мне удалось договориться с коллегами, что все-таки вне очереди Новгородская область, хотя ее не было изначально в заявке, будет. Уже в ближайшее время в наш регион приедут специалисты, чтобы выбрать место расположения нового объекта. Стоит отметить, что новгородский «Кванториум» станет настоящим методологическим центром для всей системы дополнительного образования. Что касается тем насущных, то первой проблемой, которую в самое ближайшее время намерен решить временно исполняющие обязанности губернатора, это несоответствие сервиса поезда «Ласточка» цене билета, значительно выросшей в этом году. В очень короткий срок постараемся с этим разобраться. Ну и вот если мы там в ближайшие две недели с этим не разберемся, то все сотрудники областной администрации начнут не на машинах перемещаться, а вот, собственно говоря, на «Ласточке» пока мы не решим этот вопрос до конца. Еще одна причина постоянных жалоб населения – организация электронной записи в поликлиниках. Даже с ее помощью оперативно попасть на прием к специалистам крайне сложно. Иногда людям приходится ждать по две недели. В век цифровых технологий, безусловно, необходимо уходить от бумажных методик. Однако, если это создает проблемы для новгородцев, надо их решать. Причем в кратчайшие сроки. Депутаты Городской Думы сегодня оценили работу муниципальной администрации и лично Юрия Бобрышева по итогам минувшего года. Городоначальник выступил с традиционным отчетом. Подробности у Алены Сувтиной. Свой доклад Юрий Бобрышев начал с положительной статистики. Население областного центра растет только в 2016 году. Число жителей увеличилось на 729 человек. Улучшению демографических показателей, по мнению городоначальника, способствовала в том числе и правильная социальная политика городских властей. Это единовременное пособие при рождении первого ребенка. Единовременное выплату в размере 400 тысяч рублей на улучшение жилищных условий для семей, у которых родилась двойня. Единовременное пособие в размере 3 тысячи рублей в связи с рождением третьего и последующих детей. Единовременное пособие 1 миллион рублей для тех, у кого родилась тройня. Стоит отметить, что мэр подготовился в этом году основательно. 199 страниц доклада, красочные слайды, речь на 45 минут. Из положительного хорошие темпы роста жилья, победы спортсменов на соревнованиях разного уровня, средняя зарплата около 34 с половиной тысяч рублей, открытие новых производств, ввод в эксплуатацию третьего моста и строительство новой школы. Список проблем все тот же. Ремонт и содержание дорог, дворовых территорий, исполнение обязательств по судебным решениям. За последний год в Великом Новгороде заметны какие-то положительные изменения? На мой взгляд, кое-что заметно, хотя асфальт все так же плохо. А вот что заметно из положительного? Вот допустим, вчера мне понравилось, что воды стало меньше, то есть канализации стали чистить. Нет скамеек на Псковской улице, вот мы старые люди, вот идем посидеть негде. А что положительное? Я живу вот на Белово, ну Белово-5, но дело в том, что вот рядом магазин разница или розница, как он. Там такая разбитая дорога, там просто кошмар. Я говорю, даже не то, что машины, и люди ходить не могут. С положительным отчетом градоначальника согласились не все депутаты. Владимир Данилов даже сравнил сегодняшнее действие со сказкой Андерсона «Новое платье короля». Я бы, наверное, подобился тому маленькому мальчику из сказки, который сказал правду. Мы говорим о том, что у нас выросло население. Население из города утекает, убывает. И убывает оно, несмотря на рождаемость, оно утекает по экономическим причинам. Потому что достойной зарплаты, нормальной работы в городе крайне мало. У нас имеется, к сожалению, большое количество неисполненных обязательств. Очень бы не хотелось, чтобы в отчете за 2017 год мы опять обсуждали эту проблему, и опять бы не видели каких-то конкретных путей решения. В итоге большинством голосов парламентарий все же оценили деятельность администрации удовлетворительно. Заместитель губернатора Вероника Минина отметила, что в прошлом году областные власти очень продуктивно работали с мэрией. Выделялись дополнительные средства из регионального бюджета, в том числе и на ремонт дорог. И то, что дороги, коллеги, ну, дорогами сколько? Ну, 500 миллионов в прошлом году дают. Мне так же, как и всем нашим жителям, крайне обидно, что мы ездим по дорогам, которые со снегом уже сегодня сошли, 2 марта. Здесь качество, здесь контроль, здесь лаборатория, здесь современные технологии. Очень обидно. Своё мнение по отчету градоначальника высказал и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин, подчеркнув, что правительство области настроено исключительно на конструктивную работу как с мэрией, так и с городской думой. Безусловно, есть проблемные точки, о которых вы говорите, которые нам в ближайшее время предстоит решать совместно с мэром Великого Новгорода. Это вопросы, связанные с организацией работы транспорта, организацией ремонта и строительства дорог, ливневых коллекторов, организацией переселения из аварийного жилья. У нас есть проблемы и по текущему выполнению сегодня. Программа, которая, я напоминаю, заканчивается у нас в сентябре месяце. Это указы президента, которые мы не можем не выполнить. Необходимо решать вопросы инвестиционного климата, сокращать административные барьеры. Андрей Никитин напомнил, что бюджет Новгородской области утвержден и в считанные дни. Он не изменится и не станет в разы больше. А это значит, что первым делом столицы региона необходимо привлекать инвесторов, развивать туризм и промышленность и обратить особое внимание на эффективность работы с подрядчиками. Алена Сувтина, Сергей Корнев, Новости, Новгородское областное телевидение. А сразу после участия в заседании городской думы Андрей Никитин посетил новгородское спецавтохозяйство. Вопросы о утилизации мусора и строительство второй очереди полигона ТБО поднимались и сегодня при обсуждении отчета мэра и чуть раньше на заседании правительства региона. Через мусоросортировочный комплекс проходят все бытовые отходы, которые вывозят машины новгородского спецавтохозяйства. В минувшем году здесь установили новое современное оборудование. Два узла, автоматический пресс, гидродинамическая сита. Вся техника автоматизирована. Мы отбираем пищевые отходы, биологические отходы, смёд, пыль, мелкую фракцию. В последующем у нас данная фракция идёт на пересыпку нашего полигона. То есть это не отход, это материал. Тем самым мы продлеваем жизнь полигону, потому что отходов уменьшается порядка на 30% меньше. После сортировки отходы вывозятся на полигон ТБО в настоящее время под Малую Вишеру. Весной планируется начало возведения второй очереди новгородского полигона. Проект уже готов. Сейчас он проходит различные экспертизы. Спецавтохозяйство будет строить площадку за свой счёт. Объект предполагается обустроить в течение полутора лет. Однако Станислав Уткин не скрывает, что без поддержки правительство региона будет сложно. С нашей стороны помощь вам будет вся возможная оказана. И по скорости, наверное, мы сильно тянуть не будем, с точки зрения бюрократии какой-то. И по ресурсам тоже давайте посмотрим. Сейчас в ближайшее время, я думаю, коллеги будут сюда приезжать, как бы, да, из федеральных институтов развития. Попробуем, может быть, подтянуть кого-то, да, чтобы они вас как-то помогли профинансировать. Сегодня новый полигон городу необходим. При этом в перспективе, по мнению Андрея Никитина, которое он озвучил и на недавнем заседании областного правительства, нужно делать ставку на раздельный сбор мусора и создание предприятий по его переработке. В нашу редакцию обратились представители сообщества родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Они попросили помочь в освещении их нового проекта «День особого ребенка в его особом кругу». Идея в том, чтобы объединить такие семьи для проведения праздников, развивающих занятий и мастер-классов. По-настоящему счастливый, вместе с тем, волнительный день для Натальи Тихоновой. Впервые за 8 лет ее дочь Полина отмечает день рождения в компании друзей. От других сверстников эту очаровательную девочку с яркими воздушными шарами отличает наличие страшного диагноза – детский церебральный паралич. Все 7 лет мы отмечали день рождения в кругу семьи. Да, конечно, я не спорю, родственники поздравляют, это приятно. Но Полина, как все маленькие дети, ей нужны друзья. Ей интересно встречать со своими сверстниками. Ну, может, не с сверстниками, просто со своими друзьями. День особого ребенка в его особом кругу. Проект с таким названием решили реализовать родители детей-инвалидов. Его суть заключается в том, чтобы объединить ребятишек, имеющих заболевания порно-двигательной системы, и не только, для проведения совместного досуга. Поводом для первой встречи, которая прошла в библиотеке «Читай город», стали дни рождения Полины Смирновой и Димы Коршунова. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Сима и Малина! С днем рождения тебя!» Воздушные шары, выступления аниматоров, жонглера. Для некоторых детей способности этой цирковой артистки стали настоящим открытием. Родители с огромным удовольствием наблюдали за реакцией своих чат, допуская мысль, что когда-нибудь и они смогут обучиться чему-то новому. Мы разыскиваем у людей, кто бы смог проводить для наших детей вот эти различные мастер-классы, какие-нибудь развивающие занятия. Желательно, конечно, хотелось бы на благотворительной основе. Если нет возможности, то за минимальную стоимость. Сообщество родителей детей-инвалидов хотело бы проводить подобные встречи регулярно. Играть, отмечать дни рождения и просто общаться, чтобы раскрасить будни своих ребятишек. Кристина Масальцева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Первые дни весны по традиции знаменуются прилетом птиц. Радушно встретить пернатых решили малыши из детского сада номер 7. Сегодня ребята под руководством волонтеров из Центра подросток мастерили кормушки для мартовских гостей. Эко-кормушки, которые сегодня творила малышня, немного отличаются от привычных птичьих столовых. Плотный картон, клейстер из муки и воды, семечки, зерно и прочная веревочка. Из этих нехитрых материалов можно быстро смастерить оригинальную кормушку. Практично просто и, главное, экологично. Никакого пластика, который со временем превратится в мусор. Ты знаешь, какие у нас есть птички в Новгороде и что они любят есть? Да. Голубь. Он любит есть хлеб, корм и кусочки мяса. Еще воробей. Он любит семечки, пшено и несоленое сало. Кстати, оригинальные столовые больше походят на новогодние декорации. Сразу после мастер-класса ребята украсили ими деревья вокруг детского сада. Это все на сегодня. Интересной информацией вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды на пятницу, 3 марта. А я прощаюсь и желаю вам приятного вечера. Всем новгородцам давно и хорошо знакома семейная стоматология «Новый стандарт-32». В 2017 году клиника расширила свои площади. В феврале на Большое Санкт-Петербургское 115 открылся новый филиал. В Северном микрорайоне это единственная стоматология такого высокого уровня и масштаба. За красивыми улыбками сюда приходят бабушки и дедушки, мамы и папы. И, конечно, малыши. К слову, к маленьким посетителям здесь подход особый. В нашей клинике мы предлагаем все лучшее, что есть в детской стоматологии. Наши детские врачи стараются, чтобы каждый маленький гость чувствовал себя уютно, от детской комнаты пребывания до непосредственно самого приема. В данном микрорайоне Северный мы единственные, кто можем предложить услуги детской стоматологии. Детские врачи обучают гигиеной полости рта, а именно правильному уходу. Приглашаем вас на бесплатные профилактические осмотры. Ждем вас с 8 до 8 по будням и с 9 до 3 по субботам. В клинике оказывают широкий спектр стоматологических услуг. Здесь работают высокопрофессиональные специалисты, а оборудование европейского качества, отвечающее современным технологическим стандартам. В диагностических целях мы используем компьютерный томограф, который у нас появился в нашей клинике. Теперь мы можем увидеть то, что не видели раньше на обычном плоскостном снимке, на 2D снимке. Теперь мы видим на 3D снимке полностью верхнюю челюсть, нижнюю челюсть, височно-нижний челюстной сустав, гаймор и пазухи. Что очень важно не только в ортопедической стоматологии и в восстановлении жевательной функции, но и, допустим, в имплантологии. На базе клиники работает социальный прием для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и неработающих студентов очных отделений. Более того, новая стоматология в честь открытия дарит своим пациентам скидку 17% на все виды стоматологических услуг. Профессионалам клиники новый стандарт 32 по силам превратить вашу улыбку в голливудский эталон.